Вчера читаю тоже Facebook, и кто-то из вас, дорогие зрительницы, пишет следующий текст. Слушайте, я прочитал последний пост Латыниной и О-М-Е-Ла. Ну, там не М была буква, а другая. Думаю, надо еще, можно же сейчас вам уедет с Латыниной, думаю, неужели что такое. Там, к счастью, была ссылка, иначе я не нашел. Вы знаете, я прочитал и тоже О-М-Е-Ла от Латыниной. Вообще возник вопрос, а как она вообще командовала очисткой, эта самая Латынина? Как она вообще брала интервью у людей? Что с ним такое? Странно, нет? Короче, я вам сейчас куски, только куски со своими комментариями. Украину ждет обруш... А, я вспомнил, кстати, когда прочитал эту самую х***ю все. Я вспомнил что? Что год назад, практически прошел год, когда я сделал исторический стрим под названием «Алтынина и Ларистович», где разбирал прям по косточкам, по словам, да, слово за слово, разобрал известный стрим, ихний, ихний стрим, где они предрекали поражение России, предлагаю, извините, предрекали поражение Украине на фронте. Год назад они это предрекали, но как-то не сбылось. Вот что пишет Латынина сейчас, это вчерашний пост. Украину ждет обрушение фронта, вызванное абсолютной неадекватностью президента Зеленского. Я такой сижу, что, кого, куда, значит, ждет обрушение фронта, по мнению Латынина, Украина, вызванное неадекватностью президента Зеленского. Ну, начнем с того, что у нас на фронте там миллион человек. Ну, хорошо, миллион в армии, на фронте полмиллиона. А в представлении Латыниной, как бы, это с Наганом бегает Зеленский, неадекватный вдоль окопов, и он решает все в одно лицо, что ли. Там есть сырский главком, там есть командующие бригадами, родами войск. Они как-то сами справляются с этой войной. Это не Зеленский с Наганом командует. Чтобы его, не знаю откуда взялась в голове Латыниной, неадекватность, вызвала бы обвал фронта. Мало того, она от обывал фронта обещала год назад. И где, товарищ Латынина, ваш обывал фронт? Нет, правильно? Вы знаете, раньше я ее критиковал и разбирал по косточкам, для того, чтобы она, Латынина, не смогла вас задеть. Чтобы ее аргументы вы в начале войны ей верили. Многие ей верили в начале войны. И поэтому вам было особенно больно слышать от Латынина какие-то вещи, потому что вы говорили, как, ну, то есть действительно, вот так все плохо. Ведь это же, говорит Латынина, на который я верю, говорили вы. И я вас понимал. Но сейчас это все превратилось в какую-то пародию на, даже не на журналистику уже, не знаю на что. На что эта пародия? Интересно. Значит, она обвиняет Зеленского в неадекватности. Нет, ну я понимаю обвинить в неадекватности, там, не знаю, какого-то престарелого лидера. Зеленский неадекватный. Дальше. Он живет в альтернативной реальности. Зеленский живет в альтернативной реальности? Или Латынин живет в альтернативной реальности? Мне кажется, у кого чего болит, тот о том и говорит. В смысле, вот человек живет точно уж в самом центре реальности, ежедневно получая все доклады от всех своих командиров, ежедневно общаясь с мировыми лидерами. Он на прошлой неделе встретился с каждым из мировых лидеров, кроме Байдена. Он сегодня в Брюсселе в Еврокомиссии, а Латынина нет. Откуда берет свои сведения Латынин? Ну, что я сейчас расскажу дальше, где она все это набирает? У каких уродцев вообще мне интересно, что она выдает это за факты? То, что я вам сейчас расскажу. Он требует от США и НАТО, чтобы те вступили за него в войну с Россией. Это откуда? Он требует от США и НАТО, чтобы они вступили за него. Вы слышали такое? Требование. Зеленский приходит. Сенат, я требую от вас, чтобы мы вступили в войну с Россией. Притом, что США говорили, что не собираются этого делать. Ну да, говорили, только никто от них и не требует. Ну дальше там, ладно, про то, что надо ослабить Россию. Все понимаю, задача выполнена. Да. Все понимаю. Дальше. Дальше она пишет следующее. Это очень долго. То есть человек в апреле 2022 года, это про Зеленского, отказался подписать стамбульские соглашения, потому что ему сказали, что в его армии дойдут оружие воевать, чтобы ослабить Россию. То есть опять она возвращается к теме стамбульских каких-то несуществующих соглашений. Стамбульские соглашения существуют только в голове Путина. В голове адекватных людей были разговоры в Стамбуле. Переговоры в Стамбуле были, соглашений не было. Но их не было. Соглашения – это когда кто-то на них согласился, а никто ни на что не соглашался. Поэтому были переговоры в Стамбуле. И да, по результатам этих переговоров украинская сторона отказалась что-либо подписывать, потому что там предлагали капитуляцию. И украинская сторона отказалась подписывать капитуляцию. Так. Теперь дальше. Вот тут меня насторожило, потому что у ФИЦа дословно те же слова. Дословно повторяю, дословно. Значит, смотрите, пишет латынино. Дадут возможность положить сотни тысяч с обеих сторон, и все это время он будет оставаться у власти. Упс. А что это за сотни тысяч с обеих сторон? Это же ФИЦа сегодня сказал. А что, случайно ФИЦа и латынино просто случайно сказали одну и ту же фразу в один и тот же день? Ну, то бишь, вчера оба. Или им прислали из одного и того же места, и мы знаем из какого, эту фразу. Дальше. Дальше надо наезжать на телемарафон. Ну, мы сами знаем, что телемарафон у нас уже как бы отмирающий жанр. 40% разворованные гуманитарки. Вот это откуда? Не, ну откуда вот это, по голове этой, с позволения сказать, да? Откуда взялось 40%, вы видели 40% разворованной гуманитарки? Разворованные деньги на укрепление. Значит, весь этот, вот тут, видимо, это то, из-за чего она взбеленилась. Весь этот пир духа, это про нас. Включая генетических рабов, репарации, развалится коллективная ответственность, акуликейс. О, вот откуда ножки-то растут у латыниной. То есть, кто-то там, от кого она услышала про генетических рабов, тут не знаю, сам не говорил такого. Репарации ей не нравятся. Ей не нравится, что от России требуют репарации. Так получается. Ей не нравится. Она считает, что не должна Россию выплачивать, да? Россия развалится. Ей не нравится, что Россия развалится. Коллективная ответственность. Ей не нравится коллективная ответственность россиян. Так десятки миллионов россиян, замешанные в этой войне, напрямую. Они не должны нести ответственность. Акуликейс, акуликейс, это вот, бывает только в мышеловке. Акуликейс, это к ним с Арестовичем, это не к нам. И вот он подходит к концу. Пир духа не подходит. Фронт трещит и гнется, а Зеленский ставит ультиматумы Западу. Причем, говорит, кстати, укрепление за Угледаром снова не выстроили. Четвертый раз. Сначала исчезли деньги на укрепление за Авдеевкой, потом на Харьковском районе, потом под Покровском. Теперь за Угледаром. Это что-то немыслимое. Такого не было даже у китайцев в опиумной войне. Но зато Зеленский ставит ультиматумы уже Западу. Слушайте, что с этим человеком вообще? Бывают такие случаи, когда начинаешь задумываться. Ну ладно, ты мог ее заподозрить в сотрудничестве, как говорится. Но сейчас-то другой случай. Мне кажется, это клиника, нет? Она сидит, и как будто она где-то там у себя, я не знаю, где она сидит, но она где-то там знает больше, чем Зеленский, больше, чем мы про эту войну, больше, чем наши солдаты на фронте. Вот откуда она взяла всю эту чушь? Вот, блин, не знаю. Ей надо в Москву ехать работать, мне кажется. Ей надо садиться и ехать в Москву. Потому что это вот прям... Это я русский. Я брешу до конца. Ха-ха-ха! Человек просто уперся. Вот надо ей, ей поручили поливать Гребенского. Она поливает Гребенского. А то, что она брешет до конца, ее как бы совершенно никак не... Не задевает. Ну, что на фронте? 1420 россиян, 17 БТРов. А, 17 танков, 33 БТР и 51 артиллерийское орудие, а значит, интенсификация очередная военных действий. Россияне, 56 беспилотников по нам запустили, 22 мы сбили. Часть беспилотников, как мы вчера выяснили, фальшивые. Но, к сожалению, пять попаданий беспилотниками по объектам нашей энергетической инфраструктуры, а нет, просто инфраструктуры, извините, вблизи с линией фронта. В Подмосковье хорошие и добрые люди расстреляли в упор высокопоставленного ГРУшника заместителя командира Центра подготовки сил спецопераций Вооруженных сил Российской Федерации Никита Клинкова. Его деноцифицировали прямо в Подмосковье. Он приехал в тот день с фронта, отсюда, с оккупированной территорией, был расстрелян в упор в деревне Меленке в собственном автомобиле. Да, под ними будет гореть любая земля, не только украинская, а как еще. Украина в ближайшее время начнет поставлять... Ой, Господи, простите, заговариваюсь сегодня. Погода меняется, и отношение мое тоже. Франция. Франция в ближайшее время начнет поставлять Украине дроны-камикадзе собственного производства. Они были успешно испытаны, и вскоре поступят в распоряжение наших Вооруженных сил в ближайшие недели. Так что у нас прибавится беспилотничков-то. А вот у России не прибавится, потому что разведка Великобритании заявила о сбитии России собственного новейшего дрона. Дорогостоящий и позорный провал, пишет британская разведка. Беспилотник С-70, охотник, разрабатывался 10 лет. Разрабатывался он тем же концерном СУ. С-70 он называется потому, что разрабатывает его компания Сухой. Находился в разработке не менее 10 лет, и вот был сбит собственным ПО. Вполне вероятно, что Россия ждала до последнего момента, прежде чем разрешила задействовать ППЛА для сбивания. А, короче, этот охотник С-70, извините, он сошел с ума, начал нападать на самих россиян, они сами его сбили. Вот такая вот произошла детективная история. Но, почему я не удивляюсь, потому что СУ, СУ, СУ это, помните, сухой суперджет есть у россиян, такой самолет, который тоже постоянно разбивается или сгорает вместе с пассажирами, и вот сейчас россияне вынуждены на нем летать, пока казахи не помогут. На России продолжаются внутренние перипетии, а Медведев снова заговорил о грязной бомбе. Риторика российской пропаганды, как она влияет на мировых лидеров, говорим с Ростиславом Мурзагуловым, писателем, публицистом и общественным деятелем. Ростислав, здравствуйте. Альбин, добрый вечер. Но уже и не только Медведев заговорил, уже и Путин заговорил, причем очень испуганным тоном, дрожащим голосом, и, в общем-то, ему понятно, что единственный его козырек, который в рукаве еще остается, в общем, может быть легко украинный побит. Тем более, что, в общем-то, на самом деле всем понятно, что при том мощном потенциале, который имела всегда Украина в плане ядерного, в общем-то, всего тоже, понятно, что, ну, во-первых, я думаю, что те, кто были у власти в Украине в те годы, на всякий случай чертежики, да и отдельные детальки, а то, может, и целиком ракеточки-то где-то попридержали. Поэтому совершенно не удивлюсь тому, что если сегодня Зеленский с НАТО не договорится, он скажет, ребят, ну, вы меня сами продинамили. Собственно говоря, ну вот мы изобрели за неделю, еще за два дня сделали, вот она у нас стала на вооружение. Если Путин продолжит бомбить, мы будем отвечать так же, как он грозит отвечать. Почему нет? Почему нет? Ну, украинская власть очень четко заявила о том, что у нас нет ни таких намерений, ни таких возможностей. В то же время российская пропаганда активно раскручивает сейчас эту тему. Почему России это выгодно? Нет, Россия не выгодна. Россия все-таки это делает с перепугу, потому что, еще раз, это единственный последний козырь, почему, собственно, они пока еще не уничтожены мировым сообществом. Потому что все понимают, что если... ...которое сегодня стоит во главе России, к сожалению, так вот уж сложилось, значит, вдруг начнет в разные стороны выпуливать свои вот эти вот ядерные боеголовки, которые, скорее всего, по их состоянию похожи на какие-то каменные топоры. Я имею в виду, скорее всего, они в очень плохом состоянии. И куда они полетят, докуда они долетят, вообще одному Всевышнему известно. Поэтому, собственно говоря, конечно, у мирового сообщества есть разумные такие предостережения от эскалации настолько, чтобы Путин не начал этим заниматься. Хорошо, таким образом, значит, мы простраиваем, моделируем ситуацию. То есть Зеленский же не просто так заговорил о том, что у нас два варианта. Либо НАТО нас защищает, либо ядерное оружие нас защищает. Если вдруг НАТО нам говорит, что нет, мы вас не можем защитить, мы можем вас похлопать по плечу и сказать, ребятки, давайте, вы держитесь там. Вы главный форпост сегодня демократии в мире. Вот в этом вот клубе диктаторов, там народу много. А здесь у нас вот в клубе демократов воюет только Украина. Поэтому продолжайте, пожалуйста, гибните там. А НАТО Зеленский в какой-то момент может ответить, ребят, ну как бы если вы меня не защищаете, ну, собственно говоря, а почему мне не произвести ядерное оружие? Ну, собственно, это же право страны защищаться. Поэтому я, кстати, значит, вот я поработал в международной политике, там год в ООН, там я занимался международкой и из Москвы. Я хочу вам сказать, что прямо вот такими уж опровергающими мне заявления из Киева не показались. Более того, в общем-то, понимая примерно логику появления тех или иных сообщений на украинских и проукраинских, например, медиаканалах, я обратил внимание, что, в общем-то, вот это вот нехитрая такая антитеза, да, что, ребят, если вы не помогаете нам так, как вы обещали, когда нас активно приглашали быть с вами, а не с варварами с Востока, если вы, соответственно, не сдержите свою часть обещаний, то почему мы должны себя ограничивать в том, как мы должны обороняться? Сегодня действительно путинское давление уже на протяжении почти трёх лет на Украине сказывается достаточно плохо, то есть, ну, как бы страна не может вечно сопротивляться этому, и, соответственно, Зеленский ищет какие-то варианты, и я думаю, что эти слова звучат не просто так, конечно же. Ну, вы знаете, на самом деле, то, что сейчас в украинском информационном пространстве звучит, что Россия, раскручивая вот эту вот историю с возможным возобновлением ядерного потенциала в Украине, делает это для того, чтобы показать, что Украина может заниматься ядерным шантажом так же, как и мы, и таким образом, якобы, создавая вот это вот впечатление, что мы от россиян, вернее, что мы недалеко ушли друг от друга, и якобы вот таким образом Россия создает вот это вот ощущение у европейцев одного народа, так сказать. То есть... Нет, вы слишком хорошо думаете о Кремле, Альбина. Вы знаете, это такие долгосрочные... Это не я думаю, это я на самом деле цитирую одного из экспертов, который высказался в украинском медиа. Я вас понял. Значит, тогда этот эксперт слишком хорошо думает о Кремле, потому что никаких многоходовок я за Кремлем не замечаю давно. Что же касается конкретно вот этой ситуации, значит, с освещением всего того, что касается ядерных возможностей Украины, вы знаете, очень четко заметно в последнее время, когда в Кремле прошла команда от Пескова или Громова вот всем своим зависимым СМИ, и когда она не прошла. Могу вас заверить, по теме ядерного потенциала Украины команды никакие не прошли, потому что все что-то молотят в разнобой. Одни говорят, что да, это ерунда, другие говорят, что все пропало, мы погибли. Путин сидит действительно с бледным видом, и когда он говорит, что Россия этого не допустит, они давно уже этим занимаются, в общем-то он подбирает тщательно слова, и видно, что у него готового ответа на это нет, в том числе, если бы это была нормальная журналистика или нормальная политика, то Путину, конечно, бы в России тут же бы задали вопрос, дорогой, а как ты этого не допустишь? Ты уже сегодня третий год берешь Киев за три дня, и сегодня уже такая шутка гуляет по интернету, что нельзя спрашивать три вещи. Это у девушки о ее возрасте, там еще второе что-то такое в этом же ряду. И третье, это нельзя спрашивать у Путина, почему его сверхдержава для того, чтобы захватить Киев за три дня, привозит в Россию 10 тысяч северных корейцев. Соответственно, в общем-то, хорошо, вы можете предположить, фред за этим экспертом, которого вы цитируете, что Путин для того, чтобы вот как-то еще повысить ставки, вот говорит о том, что у Украины есть ядерная программа, ядерный потенциал, но я на это вам возражу, а Путину куда ставки еще повышать? У Путина повышения никакого не осталось, он сделал уже все, что мог, он заключил, в общем-то, соглашение со всеми бандитами и террористами мира, но его, пожалуйста, Кен Чен Ин, уже его прям военный партнер, они уже с ним вместе, по сути, участвуют в войне, и самое страшное, что они будут участвовать, по идее, если у них межправительственное соглашение, и в войне, если таковая, начнется с Южной Кореи, а Южная Корея, это, в общем-то, ближайший партнер Соединенных Штатов, и, соответственно, в общем-то, Путин как никогда не был близок к провалу, если так разобраться, какая ему еще вторая война, на каком еще втором фронте, где-то на 3-9 земель, он здесь-то заплюхался и не может ничего сделать без участия тех же самых северных корейцев, поэтому Путину повышать ставки уже особенно некуда. А вот со стороны Зеленского я расцениваю этот ход как весьма интересный. То, что он заговорил об этом, да, наверное, это вовсе не факт, что уже там, знаете, расчехляют ядерную боеголовку какие-то ребята с трезубом на гербах, на своих касках, но это то, что называется в политике вербальной интервенции. Зеленский сказал, что теоретически это возможно. И, в общем-то, намек этот был совершенно непрозрачным. Поэтому нет, я все-таки думаю, что это, в общем-то, достаточно мощный дипломатический ход со стороны власти Украины. А все то, что говорит в ответ Россия, это всего лишь какое-то жалкое блеяние в ответ. И если вы посмотрите сами это заявление Путина, которое я буквально за 5 минут до эфира с вами посмотрел, то вы в этом убедитесь. Нашел время Дмитрий Песков эту неделю комментировать, что только можно и нельзя. Никто не спрашивал, но он сказал и говорит, что Россия, как оказывается, всегда с детства за переговоры. Мы готовы, он говорит, к диалогу. Понятно, что он не будет простым. Любая же война заканчивается за столом переговоров, говорит рот российского диктатора. Она заканчивается миром, говорят те, кто 11-й год к ряду атакует Украину, и не только лишь. Кому выгодны войны по всему миру. Путин давеча сделал заявление, что, опять вспомнил, стамбульские договоренности, ядерку Украины, на которую будет ответ, хотя у нас ее нет, мы не собираемся, мы говорим, наш путь в НАТО. Вот это такая сейчас активная, публичная, скажем так, позиция и заявления очередные российской стороны о переговорах свидетельствуют и говорят вам о чем? О том, что на самом деле они испуганы или переживают, или встревожены, что план победы Украины обсуждается и в Белом доме, и в Пентагоне, и по всей Европе сейчас. Путин заранее, мы уже давно знали, что для него будет очень важно, кто победит на выборах в Соединенных Штатах, и как пойдут выборы в Соединенных Штатах, определит, какую роль, какие варианты есть у Путина, возможно, на следующие 4-8 лет бесконечно. Если Трамп приходит к власти, то те, кто избираются против него, говорят, что мы не ожидаем следующих выборов, поэтому все люди так и... Мы видим столько республиканцев, которые теперь за Камалу Харрис, не потому, что они поддерживают ее политику, хотя из-за такого количества республиканцев демократической партии, демократическая партия поправеет. Но они там, потому что они поддерживаются сменяемости власти. Поэтому, когда мы говорим просто о двух фундаментально разных подходах, то нельзя недооценивать важность Трампа для будущего Путина. И в этом контексте, когда у нас надвигаются выборы, осталось буквально несколько дней, ну, друзья, следите за календарем, 5 ноября, уже 10 миллионов американцев, кстати, вообще проголосовало, и теперь просто смотрят эту рекламу в ужасе, потому что мы уже купили, мы уже проголосовали. Ну, не я лично, но те, кто проголосовали, уже могут сказать, что, ну, как бы ты смотри продукт, который уже не так и вообще имеет отношение. А Путину нужно поддерживать компанию Трампа, потому что, ну, Трамп построил большую часть своей избирательной кампании на том, что Путин такой ужасный, и только Трамп может договориться с Путиным, но зато за 24 часа. Поэтому Путину, я думаю, нужно сейчас подталкивать, подогревать ситуацию, напоминать всем о том, какой он ужасный, Бармалей, и бегать, и трясти, и мучить детей. Ну, в общем, тут вообще без вопросов. Поэтому Путина сейчас определенная задача, потому что, ну, задача коалиции победить, и как коалиции тиранов тоже победить. И поэтому для их сейчас самое важное то, что происходит в Соединенных Штатах. Ну, просто при всем уважении ко всем-всем-всем от того, что сделают выборы в дурацком штате Висконсин, может зависеть судьба, и еще более глупом штате Пенсильвания может зависеть судьба мира. Страшно представить. Но вот это одна из, так сказать, часть той реальности, в которой мы живем. По крайней мере, будем надеяться, что это не реальность, которую Дональда Трампа еще раз изберут президентом. Ого, первый раз было страшно. Но смотрите, вообще, надо сказать, противостояние Трампу доходит до невероятных уровней. Вы же знаете, русские не любят работать вместе. Но с трудом не получается у русскоязычных людей. Посмотрите на русскую оппозицию. Ну, вы видите, это кошмар. А нам удалось на канале Рашкин Репорт провести ралли за Камалу Харрис, собрать массу замечательных спикеров, которые просто пришли по 10 минут. После 10 минут мы их прерывали. Ну, Карина Орлова гениально прерывала и смело прерывала. И мы провели большой ралли, что показалось, что люди, которые, если бы мы стали обсуждать политику, то выяснилось бы, что у нас много-много несогласий. Мы можем долго искать, где мы друг с другом не согласны. Но когда дело доходит до национальной безопасности, мы понимаем, что Путин это угроза. И поэтому вот это то, чему сейчас как бы мы видим две коалиции. И еще один момент, когда Путин говорит про мир. Простите. Во-первых, он может просто остановить войну, выведя войска из Украины в любой момент. Это, ну, даже, мне кажется, ребенку очевидно. Но с другой стороны, когда мы обсуждаем разные планы мира от Украины, что, возможно, хотят союзники, а вот что Путин предлагает, где его условия, на которых он согласен на мир? Я почему-то что-то не... Вот что это, вот это динцификация Украины? У него какие-то фантазии, которых не... Это не договор, это не разговор. А что он конкретно хочет, а конкретно он не говорит? Он не хочет мира конкретно. Поэтому он не ведет себя как человек, который готов к переговорам. Поэтому мне кажется, что любые дискуссии о том, что вот Песков сказал, ну, даже сам Путин сказал, что иногда Песков несет такую пургу. Это потому, что Путин не хочет мира. Вот и все его условия. Он хочет оккупации Украины полностью и дальнейшей агрессии. Это тоже беспонятно всем и каждому, так кажется нам. Владимир Зеленский называет три сценария войны в случае разного развития событий после выборов в Соединенных Штатах Америки, которые действительно уже просто-таки 5-го числа решающие значения имеют они для дальнейшего развития ситуации в российско-украинской войне, говорит Владимир Зеленский, как и вы, собственно, Юрий. Он говорит, что если первый сценарий это дальнейшая поддержка Украины западом, при этом союзники будут опасаться некоторых рисков. Ну, по всей видимости, это как бы продление той политики администрации Байдена, которую мы видим сейчас. В зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом, может быть два сценария, более позитивный, менее позитивный, какой точно нас ждет, Зеленский не знает. Видимо, это о непредсказуемости Трампа. А Россия, которая тоже, как вы говорите, следит за выборами в Штатах и уповает на Трампа, они думают, что тут только более позитивный сценарий для них будет? Или они также могут опасаться, ведь Трамп все равно, как ни крути, до конца непредсказуем. Интересный ракурс, Ирина, потому что, а вот если мы думаем, что Трамп такой непредсказуемый, считают ли так в Кремле? Да. Вы знаете, возможно, считают, но вы знаете, что еще хуже? Их это устраивает, потому что хаотичный американский президент это тоже плюс, это невероятный плюс, потому что, когда Америка потеряла голову и бегает с той стороны в сторону, в зависимости от того, с какой ноги вообще что напечатал этот один человек в Твиттере, и вдруг большая страна повержена в хаос, но это же мечта. Поэтому сказать, поэтому я уверен, что Путин, ну, недоволен агентом Дональдом, потому что агент Дональд ведет себя глупо, он сгорает постоянно, подставляет куратора, ведет себя очень такую, ну, глупую политику, так засвечивается все время, но, по крайней мере, он хаотичен, и у него вроде бы реальный шанс на победу на выборах. Поэтому мне кажется, что с точки зрения отношений Трампа и Путина, надо понимать, что даже безумный Трамп полностью, ну, почти полностью устраивает Путина.